Добрый вечер. Здравствуйте. В эфире информационная программа день о событиях в Уральском федеральном округе в студии Ярослав Бородин и Ирина Арифьева. Главное за день. Добрый вечер. Добрый вечер. В Тобольске инспекторы ловили пьяных водителей. Рейд решили провести в темное время суток, когда пьяных за рулем особенно много. Из Тобольска сюжет Игоря Канева. Редкий приезд в Тобольск обходится для инспекторов без общения с так называемыми ютубными юристами. Это те, кто нахватался верхов правовых знаний и пытается этим козырять. Мне что вас учить, что ли? Я вам говорю, ознакомьте меня документально. А когда это не срабатывает, переходит дозволенную грань. Хамство в сочетании с затягиванием процедуры проверки – плохой коктейль. Вы старше? Да, я старше. Вы старше? До свидания. Когда же после долгих уговоров водитель так и не предъявил свои документы, в ход пошла физическая сила. Чё тебе надо было? Посмотрим машину, Серёжа. Я не обидел. А? Ты же не надо, что вылетел, блядь. Мы показали всё, что можно. Но уже в патрульной машине водитель признал, что погорячился. Извинений было достаточно, чтобы инспекторы не стали оформлять на него материал за неповиновение. После проверки документов он был отпущен с миром. А вот водителя Нексии никто отпускать не стал. Он надул 0,65 миллиграммов алкоголя на литр воздуха, при том, что уже был лишён прав за пьяную езду. Вы за что? Вы за что меня сейчас? Я сейчас вас освидетельствую в состоянии опинить. Сейчас про руль вообще разговоров нет. Теперь ему грозит огромный штраф, а то и лишение свободы. Не меньше проблем и у этого юноши. Стеклянные глаза вызвали у инспектора подозрения. Однако алкотестер показал всё в норме. Полный грудь воздуха набирайте, не включаю. 3 секунды. Достаточно. Идёт анализ. Результат нулевой. А вот от поездки в больницу и проверки на наркотики молодой человек отказался на отрез, вследствие чего автоматически лишился руля на полтора-два года. Были не такие серьёзные нарушения, инспекторы заставили снять десятки метров тонировки. Некоторых уговорили в кавычках только под прицелом камеры. С чем вы не согласны? Теперь, пожалуйста, вот сюда вот. А, уже всё согласны? А, ну ладно. Хорошая штука. Всего на дорогах региона было задержано 99 пьяных водителей, в том числе повторно. Игорь Канев, Евгений Козубовский. Специально для программы «День» из Тюмени. А в Свердловской области проверки на дорогах могут вылиться в штрафы для подрядчиков. Отремонтированные трассы не соответствуют стандартам качества. Где-то не доложили асфальт, а где-то нарушили технологии работ. Впрочем, у подрядчиков есть ещё время всё исправить. Сюжет Романа Марьяненко. Среди отремонтированных дорог в Свердловской области трасса «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». Это одно из важнейших направлений в регионе. Дорожная артерия, связывающая Свердловскую область с её северными соседями. К сожалению, далеко не на всех участках подрядчики выполнили ремонты качественно. Например, этот участок автодороги, расположенный между 59 и 61 километром, специалисты немедленно внесли в чёрный список. Серьёзное нарекание вызвало качество свеже уложенной асфальтобетонной смеси. Возникли опасения, что она просто не выдержит нагрузок. И через некоторое время её придётся сгребать на обочины. В лаборатории управления автомобильных дорог брак определили быстро. Асфальтобетон оказался перенасыщен влагой. Вероятно, дорожные строители нарушили технологию укладки. Из-за недоуплотнения образец имеет остаточную пористость, очень большую. В данный образец будет попадать вода. Соответственно, она будет зимой замерзать, и покрытие будет разрушаться. К концу сентября сотрудники регионального автодора объехали с проверками свыше 60 объектов дорожного ремонта. Лабораторию доставили и проверили на предмет качества свыше 200 проб асфальтобетонных покрытий и оснований. Данный образец выдержал нагрузку. Сейчас мы посмотрим результат, сколько он выдержал. То есть он выдержал 0,96 мегапаскаля. По ГОСТу должно быть не менее 0,65. То есть он полностью соответствует. Однако порядка 12% дорожного материала оказалось с браком. Некоторые образцы показали недостаточную плотность или не соответствовали ГОСТам по своему составу. Серьезный недостаток выявили в образцах, взятых с автодорог в районе сел Никола Павловская и Мурзинка. Там строители просто не доложили асфальта. Подрядчик по требованию управления автодорог срочно переложил покрытие уже более толстым слоем в 5 сантиметров. К счастью, нет возможности у подрядчика спорить, потому что это требование государственного контракта, который подписан обеими сторонами. Нет возможности спорить. Ни один из подрядчиков не сможет законно отставить свою позицию по оспариванию законных требований заказчика. Всего этой осенью серьезную работу над ошибками специалисты управления автодорог поручили выполнить на 11 участках Свердловских автотрасс. Там подрядчикам нужно полностью переложить асфальтобетон. Большинство из строительных организаций срочно приступили к устранению недостатков, чтобы не получить крупных штрафов. Они могут достигать 20% от стоимости контрактов. Роман Марьяренко, Антон Муханов. Информационная программа «День» Свердловская область. В каждом регионе Уральского округа появится экспертный совет, состоящий из медийных личностей, военных и представителей общественных организаций, которые начнут работать с участниками российского движения школьников. Такое предложение прозвучало сегодня на совещании в аппарате полпреда президента. Хочу обратить внимание на военно-патриотическое направление, где требуется организация взаимодействия с общественными организациями от силовых ведомств с привлечением к сотрудничеству ветеранских организаций и других общественных организаций патриотической направленности. Сегодня в каждом регионе Урфо уже созданы по несколько ячеек российского движения школьников. Пока все они проходят апробацию на степень интереса к ним со стороны молодежи. Школьников увлекают различными военно-патриотическими проектами, тематикой здорового образа жизни и экологии. Так лидером по всем показателям стал Челябинск, а также ЮГРА с проектом юных инспекторов ГИБДД. В Свердловской области сделали акцент на развитие детей в медиасфере. В регионе огромное количество учебных заведений, выпускающих школьные газеты и радиопрограммы. Наша задача привлечь к этому очень ярких, интересных людей, профессионалов, чтобы они с детьми вместе создавали интересный контент. Потому что новое поколение, поколение уже Z, как говорят, это родившиеся в интернете люди. И надо найти новые пути коммуникации с этими ребятами. Глава Миноборнауки предложила привлечь школьников к уборке классов. По мнению чиновников, это поможет воспитать у подростков ответственность. Сейчас учебные кабинеты моют уборщицы, но в некоторых школах советской традиции сохранились. Сюжет Юлии Першиной. Есть раковина с водой. У нас вот здесь вода. Здесь вот ящичек, в котором лежат перчатки для дежурных. Тряпочка для вытирания пыли. Здесь порошок для мытья пола. Бытовая химия, тряпки и ведра не стоят без дела. После окончания урока в класс заходят дежурные, чтобы навести чистоту и порядок. Моют доску, поднимают стулья, вытирают пыль, после чего берутся за швабру. Вовсе не считая это зазорным. Это не требует много усилий, где-то минут 10-15. И у нас есть график, то есть два человека мы дежурим где-то каждый раз полторы недели. Классный руководитель уверен на ведение порядка, воспитывает и дисциплинирует. Когда вопрос поднимали на родительском собрании, противников не оказалось. Полы мыть они не умеют, пыль вытирать они не могут. Они все принимают как должно. Им кто-то должен сделать, и ведь они в жизни так и пойдут, что кто-то где-то должен делать. А они сами где? Такой разговор у меня был с родителями. Они со мной согласились, что это совершенно не страшно, если их ребенок затрет пол. Традиция дежурств сохранилась в этой школе с 30-х годов прошлого века. Отказались разве что от работы на пищеблоке по санитарным нормам. А в остальном здесь все как было раньше. Это не делается в целях экономии, это делается в первую очередь в целях воспитательных. Ребенок уже сам убрав или вымыв доску, они лишний раз не насорят, не намусорят, не бросят фантик. О необходимости привлечения школьников к уборке классов недавно заявила новый российский министр образования. Сегодня в большинстве образовательных учреждений эту работу выполняют уборщицы, зарплату которых оплачивают, как правило, родители. Когда девочки протирают парты, мальчики носят воду, в этом ничего такого зазорного нет на самом деле. И это не должно, конечно, быть там прямо под рукоприкладством каким-то там жестким таким вот требованием. Нет, это должна быть просьба со стороны школы и отзыв учеников. На то, что только добровольный труд приносит пользу, обращают внимание и психологи. Если будет преподнесено так, что да, дети, все плохо, вас сейчас заставляют убирать за собой, ну-ка, естественно, все дети, они в штыки все это воспримут. Если это преподнесено будет абсолютно нормально, да, с точки зрения там коллективизации, какой-то вступления в коллектив, какой-то общей деятельности, ну, понятно, что это, конечно, какие-то положительные моменты. В любом случае, сегодня дежурство не является обязательным. И по закону учитель не вправе давать ребенку веник или влажную тряпку без письменного разрешения родителей. Юлия Першина, Юрий Чернышов, информационная программа «День», Свердловская область. В Челябинске побывали участники акции «Дорога добра». Она стартовала 16 сентября в немецком Дюссельдорфе, конечная точка автопробега Ямал, город Ноябрьск, куда будет доставлен специально оборудованный микроавтобус для людей с ограниченными возможностями. Сюжет наших челябинских коллег. Вот в этом узком, хорошо проветриваемом помещении нам придется провести порядка 12 дней, начиная с 15 сентября. Этот автомобиль оборудован специально для инвалидов-колясочников, но пока на нем едут немецкие добровольцы. Мигранты из России, которые уже больше 15 лет живут в Германии, устроили международный флешмоб. Их задача – проехать на специальном автобусе от Дюссельдорфа до Ямала и устроить сотрудничество инвалидов двух стран, ведь они – народные дипломаты. Вот здесь вот специальные захваты. Вот этими приборами фиксируются коляски внутри автобуса, да, с каждой стороны по два, ну и сзади, соответственно, в сумме четыре. Таким образом коляска не будет там падать или куда-то крениться. К автопробегу участники готовились больше двух лет. Собирали деньги, оборудовали автомобиль. Конечно, проще и дешевле переправить автобус, но тогда бы не получилось диалога. А в дорожной карте путешественников 9 крупных российских городов, а значит и новые связи. Так, например, в Челябинске было решено создать русско-немецкую ассоциацию инвалидов. Мы социальные работники, мы не политики. Мы просто хотим делать совместные проекты, делать то, что будет направлено именно на решение какой-то проблемы. Это может быть как в нашей стране, так и быть здесь, в России. Гуманитарный флешмоб – это, пожалуй, единственная в своем роде подобная акция. Волонтеры из Европы добавляют «Главное – помочь» и предлагают свой следующий проект осуществить уже вместе с российскими инвалидами. Елена Никитина, 31 канал. Специально для информационной программы «День. Челябинск». Смотрите далее. Работайте, братья. В Сургуте почтили память героя России Магомеда Нурбагандова. В Свердловской области готовится к открытию инновационно-культурный центр. Что будет в здании, которое похоже на шайбу? «Небо-самолет-девушка» – челябинская стюардесса вышла в финал всероссийского конкурса. Вы смотрите информационную программу «День». Мы продолжаем. «Работайте, братья». Последние слова убитого боевиками Магомеда Нурбагандова стали главным лозунгом прошедшей в Сургуте акции памяти дагестанского офицера полиции. Возле крупных торговых центров горожанам раздавали стикеры на автомобиле с этим призывом, а на мемориале, павшем в локальных конфликтах, установили баннер с фотографией Магомеда Нурбагандова. Из Сургута Светлана Славкина. Мы сегодня проводим акцию, посвященную памяти героя России Магомеду Нурбагандова, которую недавно был, знаем. На белом фоне «Звезда героя» всего два слова. «Работайте, братья». Незамысловатые стикеры с самым простым дизайнерским решением. И все же многие горожане посчитали, что эти наклейки достойны украшать их автомобили. И тут же охотно размещали их рядом, например, с георгиевскими лентами. Я патриот с этой стороны просто-напросто. Я уважаю таких людей, тем более людей Кавказа. Я сам родился на Кавказе. И когда все мы все-таки уважаем Россию, и все считаем, что мы россияне, это большое, это почетное дело. Это неоценимо. Это надо равняться и учить детей своих так. Во время городской акции памяти офицера полиции Магомеда Нурбагандова студенты-волонтеры раздали у крупнейших торговых центров около полутора тысяч стикеров. А у мемориала погибшим в горячих точках горожанам в этот же день установили баннер с фотографией героя России и его предсмертными словами. А в целом это акция, наверное, продолжение Махачкалинской, что мы вместе, что мы рядом, что мы поддерживаем. Ну и опять же, я говорю, надо поднимать патриотический дух среди граждан Сургута, Югры. Магомед Нурбагандов был убит в середине июля, но о его судьбе стало известно только в начале сентября, когда во время спецоперации в логове боевиков обнаружили запись казни. На видео боевик требует, чтобы Нурбагандов отрекся от присяги и заставляет его призвать своих друзей и знакомых уйти со службы в правоохранительных органах. После слов полицейского «работайте, братья!» звучит выстрел. Террористы этим самым показали свою слабость. И опять же, я хочу добавить, что у терроризма нет лица, национальности, нет вероисповедания. То, что они говорят, во имя чего они сражаются, во имя денег они сражаются. И нет у них ничего святого. Почтить память дагестанского полицейского и преклониться перед его подвигом решили сургутские ветераны локальных войн. К этой акции присоединился Нефтьюганск и Нижневартовск. Прокатится она и по другим муниципалитетам Югры. Ну а параллельно в Сургуте объявлен сбор средств для семьи Магомеда Нурбагандова. У погибшего полицейского осталось двое детей. Пожертвование и подарки планируют лично передать его родным и поблагодарить родителей за то, что воспитали настоящего героя и патриота. Светлана Славкина, Алексей Стрельцов, телекомпания Сургут Информ ТВ специально для информационной программы «День». Общественный совет при главном управлении МВД по Свердловской области провел эстафету для воспитанников Ревтинского спецучилища. Это учебное заведение сейчас в центре внимания многих структур. Напомню, в канун 1 сентября оттуда сбежали несколько десятков подростков. Общественники пообщались с молодыми людьми, посмотрели в каких условиях они проживают. Здесь содержатся подростки, которые совершили какие-либо правонарушения. Вообще училища закрытого типа пользуются дурной славой. В конце марта выяснилось, что в учреждении сбивали воспитанников. Тогда следователи предъявили обвинение заместителю директора. Дело направлено в суд. Сейчас в училище для трудных подростков регулярно проводят мероприятия, направленные на профилактику преступности, в том числе и спортивные. На этот раз воспитанникам необходимо было пробежать эстафету. Общественный совет Свердловской области регулярно посещает такие заведения закрытого типа, вот они такие учебные заведения. Мы и здесь уже не первый раз проводили мероприятие. Здесь у них хорошая спортивная база, хорошие возможности для того, чтобы ребят готовить к завтрашней жизни взрослой, готовить, в том числе и к службе в армии. Данное мероприятие очень важно для нас, для нашего учреждения. Почему? Потому что в первую очередь это занятость детей. Второе, это привлечение детей к патриотическому воспитанию, которое сейчас необходимо в нашей стране. В Курганской области стартовал проект «Пять шагов реальной поддержки бизнесу». Так, получить консультацию о том, как открыть свое дело, теперь можно в одном из торговых центров. В чем плюсы? Помимо того, что сейчас предприниматель занимается своей обычной деятельностью, он может спокойно посещать торговый центр и ненавязчиво подойти и проконсультироваться о своей текущей деятельности. Узнать о новинках, о новых мерах поддержки, может быть, узнать те тонкости и нюансы, которые я раньше его не знал. Не надо в рабочий будний день, отрываясь от своего производства основного, ехать куда-то отдельно в департамент, либо к нам в бизнес-инкубатор, он может спокойно здесь посетить. Консультации для бизнесменов проходят по выходным. На вопросы готовы ответить специалисты департамента экономического развития и бизнес-инкубатора Курганской области. Все желающие могут узнать, как зарегистрировать бизнес, какие ниши на рынке сейчас пустуют, как получить финансовую поддержку. Добавлю, что вклад малого и среднего бизнеса в валовый региональный продукт достигает 30% и является одним из основных источников занятости населения. В Свердловской области готовится к открытию инновационный культурный центр. Внешне он уже отличается от подобных учреждений. Здание очень сильно напоминает шайбу. Но в России всего будет несколько таких центров. В Свердловской области первыми довели проект до конца. Наш корреспондент Анастасия Кондрашова о том, что инновационного будет в культурном центре. Заглянуть внутрь прокатного стана 18 века, когда горнозаводской Урал только зарождался. Или совершить виртуальную речную прогулку вдоль часовой. Это музей не в привычном для нас понимании. Здесь немного старинных экспонатов. Гораздо больше технических новинок. Это скорее музей будущего. А в этой лаборатории инновационного обучения школьники смогут сами создавать виртуальные туры, медиафильмы и программировать роботов. На каждом компьютере установлено современное программное обеспечение для изучения языков программирования C++, LEGO, Scratch и Pascal. Эти языки программирования используются в робототехнике. Поэтому мы будем также работать в робототехнике. В день открытия в инновационном культурном центре творческая и не только деятельность бьет ключом. На этой площадке проходит встреча с режиссером неигрового кино. Он рассказывает о тонкостях киноискусства. А в зале электронных ресурсов будут работать с цифровой информацией. А пока проводится школа компьютерной грамотности для пенсионеров. Осваивать новейшие технологии здесь могут и маломобильные группы. Он сам этот компьютер говорит. Если мы начинаем двигать мышку по рабочему столу, мы слышим озвученный текст. Джойстик для разработки рук после инсультов или людей с заболеванием двигательного аппарата вообще. И также кнопочки, чтобы им не приходилось держать в руках для них неудобную мышь. На всех этих площадках школьники смогут совершенно бесплатно делать первые шаги в будущую профессию. Инновационный культурный центр – это федеральный проект, часть средств выделена из государственной казны. В дальнейшем здесь будут проводиться выставки, концерты, театральная и кинематографическая деятельность. Мы будем сотрудничать со всеми нашими коллегами, моими в данном случае и библиотекой Велинского, и театрами всеми, и концертными организациями, музеями. В скором времени в инновационно-культурном центре появятся новые творческие студии. Например, здесь планируют открыть студию анимационного кино, где ребята смогут самостоятельно создавать мультфильмы. Впрочем, уже сейчас ясно, что это здание станет культурной доминантой города. По крайней мере, внешний облик Первоуральска она уже преобразила. Анастасия Кондрашова, Вадим Шолохов, информационная программа «День», Свердловская область, Первоуральск. Стюардесса из Челябинска вышла в финал конкурса российских бортпроводниц. На протяжении двух дней конкурсантки проходили нелегкие испытания, были и стресс-тесты. У одной девушки спросили, почему у вас брови черные? Она сама блондинка? К ней пристали с таким вопросом, вот почему черные брови и все. А нашу тройку девушек спросили, девушки, вот из вас трех выйдет в финал только одна. И это должны решить вы между собой здесь и сейчас. Решайте. Всего в финал национального конкурса топ самых красивых стюардесс России прошли 29 девушек из 20 городов и 14 российских авиакомпаний. Конкурс проходит не в первый раз. В этом году девушкам во время отборочных туров пришлось хорошо потрудиться для того, чтобы попасть в финал. Конкурсантки сдавали экзамен по аварийно-спасательному оборудованию самолета и тестирование по английскому языку. Ксения Боровец в своих силах уверена и рассчитывает только на победу. Стюардессой она работает уже три года. Ну а житель Сургута Александр Щербашин тоже по-своему любит высоту. Недавно он покорил пик Хантенгри на горном хребте Тяньшане. Это один из семитысячников на границе Казахстана, Киргизии и Китая. Таких больших вершин на территории бывшего Советского Союза пять. Экстремал намерен побывать на всех из них, чтобы получить престижное звание снежного барса. В случае успеха он станет единственным обладателем такого титула в Югре. О том, насколько опасным было восхождение, расскажет наш корреспондент Анастасия Горохова. Вот солнышко пригрело и пошла туда, куда Дима ушел. Это вершина Хантенгри с тюркского. Она буквально переводится как повелитель неба. И опасна гора именно своими лавинами. Поэтому опытные альпинисты ее начинают штурмовать ранним утром, чтобы пройти самые опасные участки, пока солнце еще не в зените. Александр Щербашин должен был покорить Хантенгри вместе с пятью другими скалолазами. Но в итоге с ним остался только гид. Выйдя на штурм, буквально пройдя 50 метров, практически вся остальная группа спустилась вниз, потому что был сильный ветер и все замерзли. Вот это к вопросу о погоде, о том, что это 7 тысяч высота, о том, что это северные семитысячники. До вершины они добирались около 7 часов. Было непросто даже Александру, уже опытному альпинисту. Несколько лет назад он покорил Эльбрус, затем Пик Ленина. Однако восхождение на Хантенгри оказалось самым опасным за всю его карьеру альпиниста. Сургутянин готовился к нему два года. Коллеги были уверены, что он в отличной форме. Однако на большой высоте у альпиниста возникли проблемы. Этот человек, он с рюкзаком 32 килограмма на 9 этаж забегает без единой остановки. Не заходит, а забегает бегом. Вот где-то на высоте, где уже на вершине, ну получается шагов 10 и остановка. Вот перегрузка. А человек, если он на высоте выше 6 тысяч находится больше определенного количества дней, он просто так вот заснул и не проснулся и все. Набор высоты происходил более резко, не хватало кислорода. Тем больше было восторга, который испытал альпинист, покорив гору. Это радость, удовлетворение от того, что поднялся. Ну, наверху справа Казахстан, слева Киргизия. На горизонте Пик Победа, который тоже еще впереди. Это один из самых сложных, 7-тысячников наших. Его сравнивают даже с Эверестом. В горы Александр ходит с 5 лет, заразился этим от отца. Сейчас у сургутского альпиниста большие планы – покорить три еще более сложных пика. Анастасия Горохова, присодействитель компании «Сургут Информ ТВ», информационная программа «День Сургут». Так сложился этот день в регионах Уральского федерального округа. В студии для вас работали Ярослав Бородин и Ирина Рефьева. Удачи! До встречи!